Послание к римлянам Святого апостола Павла Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел вне обрезаний. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезаний, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезаний. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Матфея святое благовествование. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли стерновника виноград или срепейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь И так по плодам их узнаете их Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное Но исполняющий волю Отца Моего Небесного Внемлите же от лживых пророк, и же приходят к вам в одеждах общих Внутрь же суть волцы и хищницы От плод их познаете их Игда объемлю тот терния грозды, или от репьи смоквым Так у всякого древа доброе плоды добры творит, а злое древо плоды злы творит Не может древо добро плоды злы творите, не древо зло плоды добры творите Всяк у оба древа, ежене творит плода добра, посекают я, и во огонь метают Чем же у оба плод их познаете их Не всяк глаголями Господи, Господи, внидет Царствие Небесное Но творяй волю Отца Моего, и же есть на небесе их Толкование на Евангелие от Матфея Стихи 15-16 Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищны По плодам их узнайте их Еретики обыкновенно бывают хитры и притворны, поэтому говорит «берегитесь, будьте осторожны» Они предлагают сладкие речи и являют по-видимому Житие честное, между тем внутри или в сердце их скрывается уда Под овечьей одеждой, разумеется, и так кротость, какой пользуются некоторые лицемеры для того, чтобы обласкать и обольстить Они узнаются по плодам своим, то есть по делам и жизни Хотя бы они для других на время и скрывались, но для внимательных всегда бывают явны Далее стих 16 и стих 17 Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые Лицемеры — суть терновник и репейник Терновник, потому что уязвляет тайна, а репейник, как хитрый и находчивый Под злым же, то есть поврежденным деревом, разумеется, всякий, кого расливает изнеженная и распутная жизнь Кто имеет дела лукавые и смрадные, неприятные Богу Стих 18 Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые Пока оно зло и испорчено не может Если же переменится и освободится от порчи, может приносить добрые плоды Потому что всякий человек от своей воли бывает или худ, или добр Заметь же, Господь не сказал, никогда не будет в состоянии приносить добрые плоды Но только дотоле пока испорчено Стихи 19-20 Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь Итак, по плодам их узнаете их Это направляет против иудеев, как и Иоанн говорит им тоже Смотрим выше, глава 3, стих 10 Человека сравнивает с деревом, поскольку, если захочет, может быть привит от бесплодного греха к добродетели Подобно, как прививают бесплодное дерево, чтобы было плодоносно Стих 21 Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного Здесь словами не всякий, говорящий мне Господи, Господи, объявляет себя Богом Далее, словами исполняющий волю, научает нас, что, ежели мы будем иметь веру без дел, не получим от того никакой пользы Ибо не сказал, сотворивший волю однократно, но творящий оную до самой смерти Не сказал при том волю мою, чтобы не соблазнить слушателей, но волю Отца Моего Хотя нет сомнения, что воля у Отца и Сына одна Стихи 22-23 Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали И не Твоим ли именем бесов изгоняли И не Твоим ли именем многие чудеса творили И тогда объявлю им, я никогда не знал вас Отойдите от меня, делающие беззаконие В начале проповеди многие изгоняли бесов, хотя были между ними и недостойны И демоны обращались в бегство, собственно, от имени Иисуса Благодать действует и через недостойных, так как мы, например, освещаемся и через недостойных священников И Иуда творил чудеса, и сыны, скевы Что же касается дослов «никогда не знал вас», то это значит «я не любил вас» За лукавое сердце ваше и тогда, когда вы именем Моим творили чудеса Знанием здесь называется любовь Вторая книга «Паралипоменон» или «Хроник» Глава восемнадцатая И было у Иосафата много богатства и славы И проднился он с Ахавом И пошел через несколько лет к Ахаву в Самарию И заколол для него Ахав множество скота мелкого и крупного И для людей, бывших с ним, и склонял его идти на Ромов Галаадский И говорил Ахав, царь Израильский, Иосафату, царю Иудейскому «Пойдешь ли со мною в Ромов Галаадский?» Тот сказал ему «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ Иду с тобою на войну» И сказал Иосафат, царю Израильскому «Попроси сегодня, что скажет Господь» И собрал царь Израильский Пророков четыреста человек И сказал им «Идти ли нам на Ромов Галаадский войною Или удержаться?» Они сказали «Иди, и Бог придаст его в руку царя» И сказал Иосафат «Нет ли здесь еще пророка Господня?» «Спросим и у него» И сказал царь Израильский Иосафату «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа Но я не люблю его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое Это Михей, сын Иемвлая» И сказал Иосафат «Не говори так, царь» И позвал царь Израильский одного евнуха И сказал «Сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая» Царь же Израильский и Иосафат, царь Иудейский Сидели каждый на своем престоле, одетые в царские одежды Сидели на площади у ворот Самарии И все пророки пророчествовали пред ними Царь же Израильский и Иосафат, царь Иудейский Сидели каждый на своем престоле, одетые в царские одежды Сидели на площади у ворот Самарии И все пророки пророчествовали пред ними И сделал себе Сиделикия, сын Хенааны, железные рога И сказал «Так говорит Господь Сими избадешь сириян до истребления их» И все пророки пророчествовали тоже, говоря «Иди на Ромов Галаадский, будет успех тебе И предаст его Господь в руку царя» Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему «Вот пророки единогласно предрекают доброе царю Пусть бы и твое слово было такое же, как каждого из них Из реки и ты добрая» И сказал Михей «Жив Господь, что скажет мне Бог мой, то изреку я» И пришел он к царю и сказал ему царь «Михей, идти ли нам войной на Ромов Галаадский или удержаться?» И сказал тот «Идите, будет вам успех, и они преданы будут в руки ваши» И сказал ему царь «Сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господне» Тогда Михей сказал «Я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря» И сказал Господь «Нет у них начальника, пусть возвратятся каждый в дом свой с миром» И сказал царь Израильский Иосафату «Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует обо мне доброго, а только худое» И сказал Михей «Так выслушайте слово Господне Я видел Господа, сидящего на престоле своем И все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его» И сказал Господь «Кто увлек бы Ахава, царя Израильского, чтобы он пошел и пал в Ромофе Галаадском» И один говорил так, другой говорил иначе И выступил один дух и стал пред лицом Господа и сказал «Я увлеку его» И сказал ему Господь «Чем?» Тот сказал «Я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его» И сказал он «Ты увлечешь его и успеешь Пойди и сделай так» И теперь вот попустил Господь духу лжи Войти в уста сих пророков твоих Но Господь изрек о тебе недоброе И пошел Сидыкия, сын Хенааны И ударил Михея по щеке И сказал «По какой это дороге Отошел от меня дух Господень, чтобы говорить в тебе» И сказал Михей «Вот, ты увидишь это В тот день, когда будешь Бегать из комнаты в комнату, чтобы укрыться» И сказал царь Израильский «Возьмите Михея и отведите его к Омону, градоначальнику И к Иоасу, сыну царя И скажите Так говорит царь Посадите этого в темницу И кормите его хлебом и водою скудно Доколе я не возвращусь в мире» И сказал Михей «Если ты возвратишься в мире То не Господь говорил через меня» И сказал «Слушайте это все люди» И пошел царь Израильский И Иосафат, царь Иудейский Крамову Галаадскому И сказал царь Израильский Иосафату «Я переоденусь и вступлю в сражение А ты надень свои царские одежды» И переоделся царь Израильский И вступили в сражение И царь Сирийский повелел начальникам колесниц Бывших у него, сказав «Не сражайтесь ни с малым, ни с великим А только с одним царем израильским» И когда увидели Иосафата Начальники колесниц То подумали «Это царь Израильский» И окружили его, чтобы сразиться с ним Но Иосафат закричал И Господь помог ему И отвел их Бог от него И когда увидели начальники колесниц Что это не был царь Израильский То поворотили от него Между тем один человек Случайно натянул лук свой И ранил царя Израильского Сквозь швы лад И сказал он вознице «Повороти назад И вези меня от войска Ибо я ранен» Но сражение в тот день усилилось И царь Израильский стоял на колеснице Напротив сириян до вечера И умер на закате солнца Итак, я с большим усердием И со всевозможным тщанием Часто старался узнать От весьма многих Приблагочестивых и приученных мужей Как мне некоторым верным И как бы общим и правильным путем Отличать истину веры кафолической От лживости уклонения еретического На это все они давали мне всегда такой обыкновенный ответ Если я или другой, кто захочет узнать обманы И избежать сетей вновь являющихся еретиков И прибыть в здравой вере здравым и целым То должен оградить веру свою при помощи Божией Двумя средствами Во-первых, авторитетом закона божественного священного писания А во-вторых, преданием кафолической церкви Но, быть может, кто-нибудь спросит Ведь канон писаний совершенен и с избытком достаточен на все Почему же нужно присоединять к нему авторитет разумения церковного? Потому что священное писание по причине возвышенности его Не все понимают одинаково Но иной толкует глаголы его так, а иной иначе Так что представляется возможным извлечь из него столько же смыслов, сколько есть голов Так иначе изъясняет его Новоциан Иначе Савелий Иначе Донат Иначе Арий Евномий Македоний Иначе Фатин Иначе Аполлинарий Прискеллиан Иначе Иовиниан Пелагий Целестий Иначе, наконец, Несторий А потому-то именно, что существует такое множество из воротов Крайне разнообразного заблуждения Весьма необходимо направлять нить толкования пророков и апостолов По правилу церковного и православного понимания В самой же Кафолической Церкви особенно должно заботиться нам о том, чтобы содержать то, чему верили повсюду, всегда и все Ибо истинно и в собственном разуме Кафолическое, как показывает значение и смысл наименования сего То, что все вообще объемлет Но это будет, наконец, тогда, когда мы последуем всеобщности, древности, согласию О всеобщности последуем мы тогда, когда признаем истинной только ту веру, которую исповедует вся церковь по земному шару О древности тогда, когда никак не отступим от тех мыслей, которые, несомненно, одобрены святыми предками и отцами нашими О согласию тогда, когда в самой древности последуем определением и мыслям всех или, по крайней мере, большинства священников и вместе учителей Как же поступить православному христианину, когда какая-нибудь частица церкви отсечется от общения с всеобщей верой? Как иначе, если не предпочесть зараженному и поврежденному члену здоровье всего тела? А если вновь явившаяся какая-нибудь зараза покусится пятнать не частичку уже только церкви, но всю вместе церковь? И тогда он должен позаботиться пристать к древности, которая не может быть уже обольщена никаким коварством новизны А если в самой древности узнана будет погрешность двух или трех человек или одного какого-нибудь города или даже одной какой-нибудь области? Тогда он всемерно должен постараться, без рассудству или невежеству многих, где бы они ни были, предпочесть решение древле всеобщей церкви вообще А если что-нибудь таковое откроется там, где нельзя найти такого решения? Тогда он должен постараться сличить между собой и обсудить собранные мнения предков Тех только, которые, хотя и жили в разные времена и в разных местах, но непременно пребывали в вере и общении с единой кафолической церковью и были уважаемыми учителями И если дознает, что касательно возникшего вопроса не один только или двое, но все вместе единодушно содержали, передавали в письмени, сообщали живым голосом открыто, часто, твердо То пусть уразумеет, что всему этому должно верить без всякого сомнения Но чтобы положения наши были очевиднее, долгом считаем пояснить каждое из них примерами и раскрыть несколько пространнее, дабы по заботливости о неумеренной краткости не унизить предметов беглостью речи Во времена Доната, от которого получили свое имя донатисты, значительнейшая часть Африки впала в безумные заблуждения его и, забыв о славе, благочестии, исповедании, предпочла Церкви Христовой нечестивое безрассудство одного человека Тогда из всех христиан, какие только были в Африке, возмогли быть целыми в святилищах кафолической веры только те, которые, прокляв непотребный раскол, вступили в общение со всеми церквями мира Оставляя потомкам истинно прекрасный образец того, как именно впредь должно благочестно предпочитать здравомыслие всех сумасбродству одного человека или меньшинства Также, когда яторианство коснулся не частички уже какой-нибудь, но почти всего мира, так что после того, как совращены были частью насильно, а частью обманом все почти епископы латинского языка Умы как-то затмились, не видя, чему наипаче следовать в столь расстроенных обстоятельствах Тогда ни один из современных истинных любителей и чтителей Христа нисколько не потерпел от отравы яда того потому, что вновь открывшемуся вероломству предпочитал древнюю веру Опасное время это с избытком показало, сколь великое бедствие причиняется введением нового учения Тогда потрясены были не только малые, но и величайшие вещи Ибо не одни родства, свойства, дружества, семейства, но и города, народы, области, нации, вся, наконец, империя римская была поколеблена и подвигнута совершенно Ибо как скоро непотребная новизна орианская, как Белонна какая или Фурия, овладев прежде всего императором Констанцием, покорила потом новым законам высших сановников придворных То смело и беспрепятственно начала после того расстраивать и потрясать все Частное и общественное, священное и мирское, немало не отличать доброго и истинного, но как бы с возвышенного места поражать всякого, кого только хотела Тогда жены были обесчищены, вдовицы обнажены, девственницы осквернены, монастыри разрушены, клирики разорены, левиты наказаны, священники сосланы в ссылку Тюрьмы, темницы, рудокопни наполнены христианами, наибольшая часть которых по удалении из городов через изгнание из ссылку Посреди пустынь, пещер, зверей, скал мучились, страдали и изнемогали от ноготы голода и жажды А все это не по той или единственной причине, что тогда вместо небесного учения вводились суеверии человеческие Хорошо основанная древность подкапывалась беззаконной новизной Установленная старшими нарушалась, узаконенная отцами отменялась Определенная предками не спровергалась Страсть непотребной и недавно явившейся пытливости не удерживала себя в чистейших границах освященной и нерастленной древности Подумают, что мы воображаем это по ненависти к новизне и по любви к старине Кто только думает так, тот должен поверить по крайней мере блаженному Амвросию Он, оплативая горестное время, то во второй книге о вере главе 4 к императору Грациану говорит Но довольно уже всемогущий Божие омыли мы с ссылкой своей и кровью своей убиение исповедников, ссылки священников и непотребство столь великого нечестия Довольно ясно стало, что кто решится нарушить веру, тот не может быть безопасным Он же и в третьей книге того же сочинения говорит Итак, будем хранить заповеданное предками и не дерзнем по невежественному безрассудству Повреждать печати, доставшиеся по наследству Известную запечатанную книгу пророческую Апокалипсис, глава 5, стихи с 1 по 10 Не дерзнули разгнуть ни старцы, ни власти, ни ангелы, ни архангелы Право раскрыть ее прежде всех предоставлено одному Христу Дерзнет ли кто из нас распечатать книгу священническую, запечатанную исповедниками и освященную уже мученичеством многих? Кого вынудили распечатать ее, те после запечатали ее, наконец осудив обман А кто не дерзнул тронуть ее, те стали исповедниками и мучениками Как можем мы отвергать веру тех, чью победу прославляем? Да, прославляем, досточтимейший Амвросий Действительно, говорю, прославляем, и прославляя, дивимся Ибо кто столь безумен, что не возжелает при бессилии совершенно уподобиться Следовать тем, кого ничто не отторгло от защиты веры предков Ни угрозы, ни ласкательства, ни жизнь, ни смерть, ни двор, ни воинство, ни император, ни империя, ни люди, ни демоны Тем, говорю, кого за приверженность к боголюбезной древности Сподобил Господь такого дара, что через них восстановил церкви повергнутые Оживил народы, умершие духовно Возвратил достоинство священникам незверженным Изгладил непотребные пачкания, а не писания, недавнего нечестия Свыше стекшим к епископам источникам слез верующих Наконец, почти весь мир, потрясенный свирепой бурей внезапной ереси Отвлек от недавней неверности к древней вере От нового сумасбродства к древнему здравомыслию От новой тьмы к древнему свету Но в этой сверхъестественной силе исповедников Мы должны заметить особенно то, что они в отношении к самой древности церковной Взялись тогда защищать не какую-нибудь часть, но всеобщность Да и непристойно было, чтобы такое множество знаменитых мужей Защищали с великим усердием ошибочные и несогласные между собою догадки Одного или двух человек Или же подвязались за какой-либо безрассудный замысел какой-нибудь области Напротив, следуя решениям и определениям всех священников святой церкви Наследников апостольской и католической истины Они пожелали лучше самих себя предать, нежели древнюю всеобщую веру От того-то исподобились они приобрести такую славу Что их достойно и праведно почитают не только исповедниками, но и первыми из исповедников Итак, велик, поистине сверхъестествен и достоин того, чтобы неутомимо размышлял о нем всякий истинный православный Пример блаженных мужей тех Они, подобно седмисвечному светильнику, седмеричным лучезарным светом святого духа Предначертали потомкам достопримечательнейший образец того Как сокрушать впредь авторитетом освященной древности Дерзость непотребной новизны в отношении к каждому суисловию заблуждений Но это отнюдь не новость В церкви всегда процветал обычай, что чем боголюбивее был кто, тем скорее выступал против новых вымыслов Примеров на это весьма много везде Но чтобы не говорить много, мы позаимствуем один какой-нибудь пример И лучше всего из истории апостольского престола Дабы яснее дня было видно всем, с какой силой, с каким усердием, с каким жаром Защищали всегда целость однажды принятой религии блаженные преемники блаженных апостолов Некогда почтенной памяти Агриппин, епископ Карфагенский Вопреки божественному канону, вопреки правилу всеобщей церкви Вопреки мнению всех сосвященников Вопреки обычаю и уставам предков, первый из всех смертных выдумал, что еретиков, возвращающихся в общение с церковью, надобно перекрещивать Высокоумие это наделало столько зла, что не только для всех еретиков послужило образцом к поруганию святыни Но и некоторым из православных подало повод к заблуждению Тогда против новости этой заговорили со всех сторон И все священники, каждый со свойственным ему тщанием, оберегали себя от нее Тогда же преимущественно перед прочими товарищами своими, хотя и вместе с ними Противостал предстоятель апостольского престола блаженной памяти Папа Стефан Поставляя себе, как полагаю, в честь, превзойти всех прочих преданностью вере настолько, насколько превосходил их важностью место Наконец, в письме, посланном тогда в Африку, он определил следующее Да не вводится ничего нового, кроме того, что предано Святой и благоразумный муж понимал, что правило благочестия Допускать только то, чтобы все, принятое отцами по вере, верою же запечатлено было и от сынов Что наш долг не религию вести, куда захотели бы, но следовать, куда она поведет И что христианской скромности и достоинству свойственно не свое передавать потомкам, но хранить, принятое от предков Какой же был тогда исход всего дела? Какой другой, кроме общепринятого и обыкновенного? Именно древность была удержана, а новизна отвергнута Но тогда, может быть, ничто не покровительствовало означенной выдумке Напротив, на ее стороне было столько сильных дарований, такое обилие красноречия, так много защитников Столько имоверности, столько вещаний из божественного закона Только понятых, разумеется, на новый и худой лад Что ее, по моему мнению, никоим образом нельзя было опровергнуть Разве уж сами изобретшие и защищавшие ее с таким усилием сознались бы к чести своей в ее новизне Что же, наконец, последовало? Какое влияние имели самый собор африканский или решение его? По милости Божией никакого Но все, как сновидения, как басни, как нелепости Отметено, отвергнуто, попрано И, о чудный оборот обстоятельств Виновники того мнения признаются православными, а последователи — еретиками Учителя разрешаются, а ученики осуждаются Писатели сочинений будут сынами царствия, а защитники он их подвергнутся гиенне Ибо кто столь безумен, что усомнится в том, что светило всех святых, епископов и мучеников Блаженнейший Киприан и прочие товарищи его будут царствовать со Христом вовеки Или, напротив, кто столь нечестив, что станет отрицать, что донатисты и прочие заразители Хвастающиеся тем, что перекрещивают по авторитету собора того Навсегда будут гореть с дьяволом Я полагаю, что такое решение состоялось по вдохновению Божию Наипаче по причине коварства тех, кои, умышляя составить ересь под чужим именем Всегда почти стараются найти малоизвестное сочинение какого-нибудь древнего мужа По неясности своей, как будто благоприятствующее их учению Чтобы таким образом показать, что они проповедуют Что бы там ни было, ни они первые и ни они одни Непотребства таковых я признаю заслуживающим сугубого отвращения Во-первых, потому что они не боятся подносить другим яд ереси А во-вторых, потому что они непотребной рукой, так сказать, Выставляют на ветер память всякого святого мужа, как будто прах какой И что надлежало погребсти молчанием, о том разглашают через неумирающую никогда молву Они в точности подражают зачинщику своему хаму Этот не только не позаботился прикрыть наготу досточтимейшего Ноя Но рассказал еще о ней другим для посмеяния Этим-то и привлек он к себе такую немилость оскорбленного благочестия Что за его собственный грех прокляты даже потомки его Он вовсе не похож на блаженных братьев, которые не захотели ни своими очами видеть Ни другим показать наготу досточтимейшего отца Но, как пишется, обратившись лицом назад, прикрыли его И тем показали, что они не одобрили, не обнаружили погрешности святого мужа И потому-то получили в дар блаженное благословение на потомков Живы в помощи Вышнего в крови Бога Небесного дворица Речит Господи, заступник мой си, прибежище мой, Бог мой, уповая на него Я готов избавить тебя от сети ловча, отсловися мятежно Плечма своими осенит тебе под крылею, надеющись оружием обыть тебе истина его Не убоившись от страха ночнаго, стрелы летящие во дни, отвечив от неприходящие, отстрящие бесополудиного Подета страной твоя тыща, и тьма деснуя тебе, к тебе же не приближится А бачи от чима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь Яку ты, Господи, упование мое Вышнего, положилось и прибежище твое Не приид к тебе злой рано, не приближится телеси твоему Яку ангелам своим заповесю тебе, сохраните во всех путях твоих На руках возму тяда никогда притни шаками ногу твою На аспида и усилийска наступиши и попереши льва и змия Яку намя уповая, сбавлю и покрыю, яку познай имя мое Вызовет ко мне, услышу его, сними в скорби и зму его И прославлю его, долготую дни исполни его, являю ему спасение мое Возведох, очи мои, в горы, отнюдь уже приедет помощь моя Помощь моя от Господа, сотворшего неба и землю Не дашь во смятение ноги твоей, они же воздремлет, храняя тебя Все не воздремлет, ниже уснет, храняя Израиля Господь сохранит тебя, Господь, покров твой на руку десную твою В одни солнце не ожет тебе ниже луна ночью Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь Господь сохранит вхождение твое, исхождение твое отныне и до века Отче наш, и живи си на небесе, да светится имя твое, да приедет царствие твое, да будет воля твоя, яка на небесе и на земле Хлеб наш насущный дашь нам днись, и остави нам долги наши окужии, мы оставляем должником нашим Не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все неиспослано Тобой Научи меня прямо и разумно действовать с каждым ближним моим, никого не смущая и не огорчая Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь Руководи моею волею 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 волея Руководи моею волею 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok